В стране эпидемиологическая ситуация с сибирской язвой стабильная. Информация о случае заражения этой болезнью в Кеминском районе ложная. Так сообщили в ветеринарной службе Минсельхоза. Отдельные СМИ написали про случай заражения в Кемине. После этой публикации мы провели служебное расследование на месте. Гражданин, который подозревается в заражении язвой, госпитализирован в инфекционную больницу в соответствии с результатами предварительного лабораторного заключения, в анализе пациента сибирская язва не была выявлена. В ходе расследования мы также проверили мясо, с которым он контактировал. Анализ показал, что животное было своевременно вакцинировано против сибирской язвы. Эпизоотическая ситуация в стране по данному заболеванию стабильная. На сегодняшний день нет поводов для беспокойств. Количество зараженных этой болезнью остаётся неизменным – три человека. Все они находятся на стационарном лечении. Ветеринарной службе также сообщили, что, согласно графику и плану службы, весь домашний скот населения своевременно получает вакцину. Проводятся все фитосанитарные процедуры. Тем временем соответствующие службы также проводят профилактические работы на почвенных очагах сибирской язвы. Их в селе Гокджангак пять. Напомним, что в начале мая житель села Гокджангак забил скот и раздал мясо соседям. После его употребления мужчина почувствовал повышение температуры, а затем обратился в больницу. Вслед за ним заболели ещё два человека, которые ели это мясо. У них наблюдались симптомы сибирской язвы. На сегодня под наблюдением медиков находятся 104 человека, которые контактировали с пациентами. В Министерстве сельского хозяйства напоминают, что в целях безопасности гражданам нужно будет забивать скот строго по заключению ветслужбы страны.